Здравствуйте друзья! В этом видео мы с вами поговорим про беспроводный, то есть логический Zigbee контроллер Moes. Он представляет собой кнопку, выполненную в виде поворотной ручки, соответственно ее можно и нажимать и крутить, поэтому для простоты я буду называть его диммером. Особенностью устройства является два режима работы. В одном он, подобно другим логическим контроллерам, генерирует различные события, которые можно использовать в автоматизациях для управления освещениями не только. А в другом он управляет Zigbee устройствами напрямую, это называется прямой биндинг. Этот режим является максимально надежным для Zigbee, так как полностью независим и работает даже при отсутствии координатора, шлюза или стика. А перед тем как мы начнем по традиции, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей интересующихся данной темой, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства беспроводный логический контроллер. Производитель MOES. Интерфейс Zigbee 3.0. Принцип нажатия и поворот ручки. Режим работы, групповой и генерация событий. Питание, батарейка CR2032, в моем случае в комплекте не идет. Заявленный срок службы от одной батарейки 1 год. Размер, диаметр 40 мм, высота 29 мм. Рабочая среда, температура от минус 10 до плюс 45 градусов Цельсия, влажность не более 90%. Экосистема Tuya Smart Smart Life. Устройства экосистемы Tuya Smart условно можно разделить на те, что поставляются в безликих коробках, в лучшем случае просто с указанием названия, иногда вообще без опознавательных знаков. И назовем их так брендовые, где кроме описания самого гаджета, обозначен и производитель, как в данном случае. Это дает определенные гарантии качества. Герой обзора существует в двух версиях, ZigBee, про него мы и поговорим сегодня, и Bluetooth Mesh. Обращайте внимание при выборе в магазине на интерфейс, чтобы в результате не получить устройство, которое не сможете применить так, как планировали. В комплекте, кроме контроллера, нашлась небольшая инструкция на английском языке, самое полезное в которой это описание, как снять крышку, и два варианта крепежа. Так как в основании диммера находится магнит, то на металлические поверхности его можно устанавливать и так, причем весьма надежно. Кроме этого, есть металлическая пластина, которую можно закрепить, например, на стене, и кусок двустороннего скотча. Под крышкой приклеена удобная длинная скрепка для кнопки сброса. Кстати, скрепки, особенно такие удобные, кладут не всегда, когда они нужны. Мелочь, но приятно и плюс производителю. Как вы уже успели увидеть, конструктивно устройство представляет собой цилиндр диаметром 4 сантиметра и высотой почти 3. Верхняя часть крутится и нажимается. Других расцветок, кроме этой, мне не встречалось. Задняя сторона металлическая. Тут есть пара нескользящих вставок, это помогает ему надежнее крепиться на поверхности и не проворачиваться вслед за ручкой. Забегая вперед, скажу, я установил его на металлической поверхности, держится отлично. Крышка держится на защелке и одном винте, под ней находится отсек для батарейки, тут используется CR2032, в моем случае ее в комплекте не было, про что было написано на странице товара. С внутренней стороны крышки виден магнит. Тут же находится кнопка сброса, для нее и нужна скрепка и диод активности. По сути он нужен только при сопряжении, для чего следует удерживать кнопку нажатой до трех вспышек. Такой способ сброса надежнее, чем часто практикуемое удержание основной рабочей клавиши, он обеспечит защиту от случайностей. Несмотря на то, что в рабочем положении диод никак не виден, все равно в момент использования контроллера он светится. Хотя существенно это на расход батарейки не влияет, но можно было бы это отключить и оставить диод только для сопряжения. Логическую часть начнем с базового приложения Tuya Smart. Так как устройство работает по ZigBee, ему нужен шлюз. Сейчас я использую Neo NAS ZV05B0 с поддержкой Apple HomeKit, ссылка на обзор в описании. Запускаем на шлюзе режим добавления новых устройств, после чего держим скрепкой кнопку сброса на диммере до трех вспышек диода. Все подключилось и определилось корректно, вплоть до изображения устройства в плагине, а это бывает не всегда. Диммер появляется в общем списке системы и пеличне дочерних устройств шлюза, к которому он подключен. Шлюзов, напоминаю, может быть много. Как я и сказал, у диммера есть два режима работы. Групповой он активен по умолчанию и генерация событий для работы в автоматизациях. В плагине имеется небольшая инструкция по работе с устройством и базовые настройки. Обновлений прошивки не было. Переключение режима в тройном нажатии. Плагин при этом меняется и выглядит как у обычной кнопки или беспроводного выключателя. Так как устройство большую часть времени находится в режиме сна, перед действиями с группой его нужно разбудить, нажав на кнопку или покрутив ручку. В группе могут быть только ZigBee устройства, те что работают по Wi-Fi, могут управляться только автоматизациями. У меня нашлась RGB CCT ZigBee лампочка от Lansong, которую я добавил к этому же шлюзу. Объединять в группы можно только устройства, подключенные на один и тот же координатор. Сохраняем созданную группу. Тут может быть несколько светильников, просто у меня на момент обзора из устройств Tuya был только этот. Далее я покажу еще работу с лампочкой Акара. Никаких дополнительных настроек делать не нужно, все работает сразу. Нажатие на кнопку включает и выключает лампочку. Вращение плавно регулирует яркость. Вращение с нажатием регулирует цветовую температуру, но конкретно с этой лампочкой этот режим не работает. На двойной клик ничего не назначено. Удерживание кнопки включают смену цветов. Отпускаем кнопку, чтобы зафиксировать текущий цвет. Яркость регулируется и в цветном режиме. Вращение с удерживанием тут тоже ничего не меняет. Для смены цвета опять держим кнопку. Проверим с отключенным шлюзом. Благодаря прямому биндингу все работает и без него. Правда тут обнаружилось одно неудобство. После перевода в цветной режим, лампочка включается уже в нем, так как помнит свое состояние. В режиме смены цветов белого нет, только палитра RGB. Выход из положения вижу в параллельном использовании другой кнопки или выключателя. Вот пример автоматизации, которая управляет лампочкой и при включении устанавливает режим белого света. Сам диммер для этого использовать не получится, так как автоматизации в групповом режиме не работают. Вот так это работает. Выключатель переводит лампу в белый режим, а управлять можно диммером. После перевода в режим событий, диммер работает аналогично любому другому логическому контроллеру. Его можно использовать в автоматизациях в разделе триггеров. Тут есть три события нажатия на кнопку и два вращения ручки. В этом случае герой обзора может взаимодействовать с любыми устройствами в системе, как ZigBee, так и Wi-Fi и Bluetooth. Важный момент, вращение ручки в таком случае это одно событие, вне зависимости от угла поворота. Ничем не отличается от нажатия на кнопку. Яркость можно будет установить только фиксированную. Работа в автоматизации по событию двойное нажатие на кнопку. Сразу перехожу к Home Assistant, так как ни в Apple Home, ни в Google Home диммер не пробрасывается. По сути он там и не нужен, им самим управлять нельзя, а светильниками с которыми он связан, можно управлять напрямую. В штатной интеграции Tuya он отображается как устройство, но без объектов. Для работы с ним нужно подключать его к альтернативным ZigBee координаторам. В этом примере я использую USB ZigBee Stick Sonoff E на базе модуля EFR32MG21 и штатную интеграцию ZHA. Диммер удалил с шлюза, ZHA включил режим добавления новых устройств и зажал скрепкой кнопку сброса. Из доступных объектов, кроме скрытых по умолчанию уровней связи, тут есть только батарейка и кнопка идентификации. Тем не менее на уровне устройства при нажатии на кнопку и вращении ручки генерируются события, они видны в правом столбце. В одном из режимов, это по идее групповой, они выглядят так. В другом, это режим событий, хотя я на 100% не уверен, так. То есть в принципе в автоматизациях его можно использовать, но без групп я особенного смысла в этом не вижу. Для автоматизации есть более удобные контроллеры в виде многоклавишных выключателей типа Акара ОПЛ. А вот в ZigBee ToneQTT есть поддержка групп, я уже показывал как это работает на примере 8-зонного ZigBee пульта с прямым биндингом. Кто не видел, ссылка на обзор в описании. Актуальная версия аддона на дату тестирования 1.31. Подключение стандартное с скрепкой. Устройство поддерживается из коробки, внешних конвертеров не нужно. Предварительно я сюда же подключил ту же лампочку, которую тестировал в Tuya Smart. Страница устройства. По активной ссылке с названием модели, можно перейти на официальный сайт ZigBee ToneQTT, прямо на описании конкретного устройства. Полезно для понимания всех возможностей. Все объекты, которые система получает от диммера. Фактически тут можно использовать только экшен, это событие при нажатии и вращении ручки. Операционный режим, сейчас стоит групповой, и уровень заряда батарейки. Переключение между режимами тройным нажатием на кнопку. В других объектах можно получить еще некоторые события, но практической ценности они не имеют. Например, то, что можно принять за значение угла поворота, по факту имеет всего около десятка возможных вариантов. В отличие от Tuya Smart, тут диммер можно использовать одновременно и в группе, и в автоматизациях. Так как в групповом режиме события тоже появляются, только имеют другие названия. Это одиночное нажатие на кнопку. Событие двойного нажатия нет, а так выглядит удерживание и затем отпускание клавиши, запуск смена и остановка смены цвета. Если вы в группе управляете только белыми светильниками, то это событие можно использовать для какой-то автоматизации, и оно не будет пересекаться с группой. Так выглядит событие поворота ручки вправо и влево. В групповом режиме тут жестко привязаны изменения яркости. Это вращение с удерживанием. Лампочка лансонха, которого показал эту команду, не понимает и цветовую температуру не меняет. Три раза нажимаем на кнопку, режим меняется на event. Соответственно, меняются и события, которые будут приходить от диммера. Это одиночное нажатие. Двойное нажатие и удерживание. Также они называются и в Tuya Smart, и с ними приложение умеет работать, в отличие от тех, что создаются в групповом режиме. События, возникающие при вращении ручки. Как и в Tuya Smart, на практике их можно использовать аналогично нажатием на кнопку, так как корректного угла поворота тут узнать не получится. Вращения с удержанием нет. Я считаю, что основная ценность устройства это работа в группе, и ZigBee TomQTT поддерживает этот режим. Переходим на вкладку с названием группы, сейчас тут ничего нет. Задаем название и цифровой идентификатор, я использовал четырехзначный, чтобы не пересекаться с стандартными, например как у ZigBee пульта, который я упоминал. Переходим в созданную группу, она изначально пустая. Список устройств, которые можно добавить в группу. Выбираем и добавляем диммер, но не забываем перед этим разбудить его нажав на кнопку. Кстати, с этими устройствами возникали ситуации, когда нажатие на кнопку вызывало срабатывание случайного реле. Это происходило из-за нахождения в дефолтной нулевой группе. Решается созданием и переносом в другую группу. Добавляем сюда то, чем хотим управлять, это та же самая лампочка, которую мы уже проверяли в Tuya Smart. Но в ZigBee TomQTT нет ограничений по производителям. Подключаю сюда лампочку Acara, это первая версия модель 12LM. Добавляю ее в ту же группу. Теперь тут диммер, RGB, CCT лампа от Lansongha и CCT лампа Acara. Разные производители и разные режимы освещения. Вот так это работает. Из того, что я заметил, включение и выключение не всегда синхронны, а вот управление яркостью совпадает. Если использовать лампы одной модели, должно быть лучше. При управлении лампочкой Acara, корректно работает и изменение яркости и цветовой температуры. Цветного режима тут понятно нет. Ради эксперимента я добавил в группу реле для подрозетника, который отображается тут как розетка. Ссылку на его обзор вы также найдете в описании. У реле работает только включение и выключение при нажатии на кнопку одновременно с лампочкой. Проверим работу в случае сбоя сервера управления умным домом. Останавливаю ZigBit MQTT. Все продолжает работать. Физически отключаю USB-стик. Вот он. Но прямой биндинг работает напрямую между устройствами. Осталось проверить работу диммера с SLS-шлюзом. У меня установлена актуальная на дату тестирования официальная прошивка от 15 февраля 2023 года. Подключение стандартное. Уже на этом этапе становится понятно, что эта модель неизвестна шлюзу. Так и есть. Диммер отображается как неподдерживаемое устройство. Ну а как это уже бывало в моих тестах, все не так плохо, как может показаться. В каталоге устройств такой диммер есть. Неувязка только в том, что тут указан другой номер модели. Все остальное тут идентичное. Запоминаем номер конвертера 201. Возвращаемся в интерфейс шлюза и вручную меняем номер на 201. Диммер распознался и теперь им можно пользоваться. Однако на дату теста SLS-шлюз еще не поддерживает функциональность групп. Можно только обрабатывать события. Режим работы можно увидеть на вкладке опции. Их как мы выяснили два. События, которые предназначены для работы в автоматизациях. Здесь доступны три события для нажатия на кнопку. Одиночное, двойное и удерживание. И два для вращения. И режим команд для работы в группах. Переключение тройным нажатием. Тут есть однократное нажатие, а также удерживание и вслед за ним события при отпускании клавиши. Обычное вращение. И вращение при удерживании кнопки. Повторю, что мне кажется, для работы в автоматизациях будет удобнее использовать логические выключатели на несколько кнопок. У Moes получился отличный логический диммер для управления освещением, причем максимально независимый от внешних факторов. Он будет работать даже при отключенном координаторе. Но это при условии управления в группе через прямой биндинг, то есть светильники тоже должны быть ZigBee. Кроме этого, нужно предварительно проверить, насколько синхронно они будут работать и поддерживают ли весь доступный функционал. Контроллер можно использовать и для работы в автоматизациях, но существует довольно большой выбор кнопок, выключателей и тому подобных устройств, которые, скорее всего, будут удобнее. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на диммер в магазинах бренда Moes и другие обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok